Как и почему стоматологу позволяется руководить психиатрией Алматинской области? К социальной напряженности приводят непорядки и в сфере здравоохранения. По крайней мере, в Алматинской области. Хотите делать деньги? Подделайте диплом специалиста. А пока... ВДР следует дело. Да, да, но это не по вашему обращению к тому пределу. Это как раз таки по нашему. По вашему обращению к тому пределу. Плохо что угодно. Подделки документов. Да, да, да. Месяц мы пишем жалобы. Вот как только этот вопрос стал, когда мы узнали, что больные по реестру переведены в Талдыкурган, мы стали писать. Я ходила к нему на прием, он сказал, я вас знаю хорошо, вы пишете жалобы. Именно на его действии, да? Да. А какие действия? Он без ведома, вот родители, например, больных всех отправил в Талдыкурган. Ну, список вот этот, по реестру. Представляете? Регистр психических больных. Да, да, да. И, ну, вот это вот, что-то с деньгами связано. Естественно, вот эта больница не получала деньги. Нужных ресурсов не получали. Ну, что хотел, то и делал. Что хочет, то и творит. А сейчас, если он придет к власти, нашим больным конец. Естественно, сталкивалась с Атыбалдиевым несколько лет назад. То есть, несколько лет назад он, ну, как и сейчас, являлся директором наркологической клиники, да? То есть, там, в общем, был такой инцидент. Моего сына не увидите. То есть, чтобы вот это время где-то он побыл, они его отправили в этот, вот в эту наркологию. И, в общем-то, к утру, да, нам эта милиция его привезла еле живого. То есть, его там избили, вкалывали ему там уколы. И потом выкинули просто с утра за завар. И наше расследование о том, как одно государственное предприятие, государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения, областной центр психического здоровья Алматинской области под руководством Атыбалдиева, не оказывая фактических услуг, с нарушениями установленного порядка, забирает под себя базу данных больных и, соответственно, финансирование. Потом областной центр психического здоровья удерживает полученные деньги за услуги, которые сам не оказывал, не перечисляя их Алматинскому областному центру медико-социальной реабилитации и психиатрии, который и лечил больных. И эту ситуацию почему-то очень долго разбирает вышестоящее начальство управления здравоохранения Алматинской области. Лишь спустя много месяцев Сатабалдиев привлекается к дисциплинарной ответственности. Пациентам и их родственникам от этого интереса полегчало. А что же произошло с удержанными господином Сатабалдиевым деньгами? Вот запрос телеканала и не ответ на вопрос о деньгах. Там встает о том, что якобы вы удерживали деньги, которые по договору соисполнений. Есть другие организации, которые приезжают. Они все... Нет, мы не проверяющие организации. Да, расстояние сделали, ни с кем мы не должны, все вовремя алматы, никому ничего. Нет, там вопрос встал о том, что вы начали, вы какое-то время деньги удерживали, а потом... Конфликт двух государственных предприятий, затрагивающий интересы больных, их родственников, уже освещался различными телеканалами. В Алматинской области больше 250 душевно больных пациентов могут остаться без присмотра медиков. Увлеченность – это общее дело. Что способствует забыть болезнь? Стоит ли говорить о приоритетах здравоохранения, интересах больных? Пусть об этом расскажут глаза участников конфликта, длящегося уже более нескольких лет. Ведь мы на своем примере знаем, что слова могут обмануть. Никому не надо мешками покупать муку, у нас 20 миллионов тонн зерна. А вот глаза – нет. Когда съемочная группа канала уже покидала управление здравоохранения, куда мы пришли из-за неполучения ответа на свой запрос в установленном законном сроке, один из его руководителей не на камеру спросил, вы в чьих интересах действуете. Мы ответили, что главный приоритет нашего телеканала – это маленький человек, зачастую страдающий от власти. Но и журналисты – тоже люди. И невольно проникаешься симпатии или антипатии к той или иной персоне. Это естественно. Психиатры не дадут собрать. В 2020 году у моего сына было почти 200 приступов. Реанимацию не смогли спасти. Никто не мог спасти. Потом я позвонила главному врачу. Они приехали и создали консилиум. Три человека присутствовало. Нора Хазыровна, Сиитов, замгла врача. И как раз Осель Нургамитовна дежурила врач. И вытащили его. Прям чудом с того света буквально. Так и у нас. Подспудно засел вопрос. Что позволило центру, возглавляемому госпожой Айбасовой, доктором медицинских наук, продержаться, продолжить работу без финансирования за уже выполненные работы в течение полугода? Ответ – неразворованные, сэкономленные деньги. И да, побольше бы таких руководителей. Кто другой еще подумает об этих людях? Кто? А вот получится ли у героев передачи осуществить этот приоритет? Это забота не только чиновников от медицины, но и нас, общества. А пока… Без финансирования находилось внутри. Находилось, а потом, да, когда вы… Нет, без финансирования оно не находилось. Нет. Без финансирования оно не находилось. Нет, это полгарские, они не оплатили за их вовремя. То есть вы даже ситуацию не знаете? Если вы слышите, кого хотят поставить, я против, потому что отзывы у него самые, что ни на есть отрицательные. И что, все дело в фигуре господина Сатабалдиева? Нет. Начальство управления здравоохранения знает о его действиях. Но такие, как он, нужны этой системе, позволяющей осваивать бюджет. Они очень удобны, поэтому необходимы. Пришло ли время нового, справедливого Казахстана? Смотрите наше расследование.